Открытый телеканал представляет Осел сказал тигру Трава голубая Тигр ответил, нет, трава зеленая Разгорелся спор Они отправились ко льву, чтобы рассудил их Еще издали осел начал кричать Ваше Величество, трава синяя, правда ведь? Лев ответил, да, правда Трава синяя Осел сказал, а тигр со мной не согласен Пожалуйста, накажите его Лев объявил, тигр будет наказан Пятью годами молчания Осел ушел радостный, а тигр Спросил льва, Ваше Величество, за что вы меня Наказали, ведь трава зеленая Лев ответил, да, трава зеленая А наказание ты получил из-за того Что такое храброе и умное Животное, как тигр, не может Тратить свое время на спор с ослом Во-первых, я вас очень прошу, как бы вы Прокомментировали эту притчу Когда ты с кем-то споришь, кто из нас Вот является ослом Вот если можно Тот, кто возражает ослу, тот и осел То есть вот в результате вот этот тигр, который возражает ослу Он и является ослом Да И время тратить на эти споры Не надо То есть лев прав, что его осудил Да Тогда такой вопрос Как спорить с ослами? Потому что это происходит сплошь и рядом Вы говорите, вообще не спорить А что делать? Ты ничего не можешь сделать Если они существуют в природе, они такие Самое мудрое, это не влезать с ними в спор То есть вот упрямый человек, да? И ты понимаешь, что он упрямый Ты не должен доказывать ему свою правду Никак Никак А как ты выстроишь свою правду? Как ты вообще? Если сплошные ослы, допустим, вокруг тебя, например Вот как ты? Сказать им всем, что они правы Да? И пускай между собой разбираются, если их много Понятно А сам ты свою правду держишь в себе, да? Ее и не выкладываешь Конечно Вот это вот самое правильное Не то, что самое правильное Единственный правильный выход из этого состояния То есть вот то, что происходит Я сразу хочу перевести это на другие рельсы На такие близкие нам То, что происходит сейчас вот в стране Каждый упрям и, допустим, держится за свое Именно за свое И он никогда с этого не сойдет Ты это прекрасно понимаешь А ты все равно входишь и входишь в споры Почему? Каждый старается убедить другого, что он прав И к чему это в результате приводит? К тому, что все ослы Все-таки мои действия какие? Тихо, спокойно строить свое там в стране, не входя в споры? То есть, да? Да Занимайся своим делом А как же я вот проведу вот эту свою неослиную линию? Не проводи Не проводить И как же это разрешится тогда? Каким-то образом разрешится Если мир состоит из-за слов То ничего ты не сделаешь Пойми, что такой он Понятно А так вот осторожно спрашиваю вас А мир состоит все-таки В основном из-за слов Мы же видим Да, мы видим Что каждый отстаивает свою позицию И какое будущее тогда этого мира? Он же должен прийти к какому-то решению все-таки Нет Даже может так и продолжаться? Да Последние тысячи лет, которые мы знаем мир Таким образом это и происходит Ну Меня только вот так Что ты так? У меня только один вопрос Но все-таки существует какая-то Я даже не знаю Это же будет продолжаться Вот это будет продолжаться и продолжаться Конечно Это что? Дай возможность ослам Жить нормально в этом мире Тогда обычный вопрос такой Обычно я вам задаю его К чему это в результате приведет? Это приведет к тому, что Будут такие войны После которых мало что останется Так Ну так Никто не сдастся, да? Никто После какой-то войны Люди Останутся У пепелищ Да Будут сидеть спокойно У костра Пить чай Да И разговаривать И разговаривать И им уже будет Не важно Враги вы имеете ввиду? Да Вот так Понятно И дальше снова пойдут эти войны Или Пойдут обязательно Войны я даже имею ввиду Перепалки наши Пока эгоизм существует Это не исчезнет Вот вы дошли до своих Вот этих вот основ Нет, это природа человека То есть Мой единственный вопрос Изменение природы Изменение природы Так или иначе Мы об этом говорим Как Подняться над ослом Выйти из ослиного состояния Вот это меня интересует Это только если Люди поймут Вот в чем заключается Смысл Существования Мира Государств Человека Тогда они смогут Что-то с этим сделать Тогда скажите Что они должны понять? Они должны понять Что мир находится В своем Эгоистическом развитии Мы должны это осознать Мы должны подняться Над своим эгоизмом Если мы захотим Тогда это произойдет А если не захотим То это не произойдет Тогда через какие-то поколения Нас раскопают И поймут Что-то произошло Не хочется Чтоб так было А что по-вашему? Что может сработать? Сработать может только зло То есть? Да Когда зло проявится больше Тогда Над ним Можем подняться мы Ты понимаешь Это должно быть Осознанное зло Это не то, что Рушится мир А это должно быть Осознанное зло Что это такова природа человека И только если мы Возьмемся Все вместе И воскричим К Творцу То это нас спасет То есть вы говорите Об осознании зла Моего Как такового Каждого Вот это зло Да Тогда какая она Нас функция Вот на нас Я надеюсь Я надеюсь Что наша работа Она все-таки Где-то даст свой результат Где-то даст Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok